Сегодня у меня P9 Huawei. После воды. Не так часто приносит на ремонт. Пару раз менял дисплейные модуля на нем. По-моему, больше ничего не делал. Принесли сегодня после воды. Естественно, пытались его там заряжать. Сушить феном. Сейчас аккуратно откроем, посмотрим, что можно сделать. Аккуратно открываем, чтобы не оставлять следов. Как видите, все очень плотно. Щели практически нет, поэтому работает лучше острым инструментом. Очень острым. Чтобы не оставить след. Не поцарапать корпус. Не деформировать крышку. Подписывайтесь на мой канал. Вот тут видите помимо клипсов ещё и односторонний скотч. Посередине, по периметру, в области камеры, вверху. Итак, смотрим, вижу воду. Капли воды, принесли его не так уж и поздно. Мы сушили его как-то не на совесть, раз оставили воду. Радует одно то, что его, судя по тому, что оставили воду, всё-таки сильно не мучили. Есть возможность, когда видишь свежую воду на телефоне, то есть это говорит о том, что есть возможность сразу в течение часа полутора восстановить аппарат. То есть он ещё не убит. А когда уже появляется коррозия, тебе приносят через два дня после того, как постирали его в машине, потом пытались зарядить, потом пытались просушить. ещё непонятно, что пытались сделать, там уже видны явные следы разъедения системной платы. Тут, конечно, уже понятно, что ничего не установишь. Ну а вот такая картинка меня всегда радует. Как видите, вода внутри, всё мокрое. Отключаем батарею, конечно же. Основная камера. Надо будет почистить разъём. Достала вода, наушники, коаксиальный. Обязательно надо будет разобрать нижний модуль, посмотреть. Так, все разъёмы сняли. Слот сим-карты. Извлекаем системную плату. Вроде больше ничего не мешает. Тут у нас термопаста. Капля воды на верхнем динамике. Сюда вода тоже у нас попала. Вот на крышке сим-карты, как видите, уже высохшие капли воды. Так, отстёгиваем камеру. Так. 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 Влажные камеры. Снимаем все защитные краны, которые возможно снять, которые не припаяны. здесь вот уже ситуация становится серьезной как видите уже видны следы оксида датчик мокрый датчик мокрый здесь тоже вот обстоятельства не очень как видите это у нас разъем камеры по моему снимаем защитный экран тут у нас походу стоит процессор восьмиядерный и нам так здесь смотрим что у нас здесь здесь у нас вообще не вижу ничего так тут на защитном экране чуть-чуть в общем-то эта часть это основная часть смартфона вода не попала совсем немного ничего так сильно не пострадала здесь вот разъем камеры это я думаю мы восстановим здесь вот микросхемка это у нас вай фай не пойму еще это или антенна модуль это у нас антенна модуль по моему вот тоже постараемся восстановить через живые здесь ничего снимать не будем все как есть погружаем ультразвуковую ванну учитывая степень загрязнения водой я думаю три цикла по четыре минуты вполне достаточно будет и так системную плату погружаем что будем делать здесь здесь так здесь у нас попробуем извлечь батарею не помню насколько сильно она приклеена не будем мучить давайте разберем и посмотрим что с ним и поставим аппарат полностью на сепаратор стороной дисплейного модуля это даст нам полную просушку дисплея градусов так на 60 на 70 ну и прочих элементов куда могла попасть вода это кнопки включения кнопки звука вот динамик ничего пока не вижу совсем чисто разъем зарядки чистый воды нету разъем шлейфа тоже как видите никаких следов воды я думаю сюда вообще не попало так друзья ставлю на сепаратор вот этой частью пару минут я думаю хватит разогреем итак камеру ставлю на паузу ждем узелаем как только закончится три цикла по четыре минуты то бишь 12 минут вернемся к ролику а я пока почищу разъем камеры и так заканчивается последний цикл я пока плата там варилась я припаял пару контактов здесь на передней камере вот они справа два контакта были повреждены были оторваны от своих контактов поэтому пришлось их припаять под микроскопом конечно же дисплей дисплейный модуль уже снял сепаратора просох давайте посмотрим батарею драйвера батареи целые управление целое вода вода там не вижу под каптоновым скотчем никаких следов влаги поэтому не будем открывать оставим так как есть батарея у нас еще указывается заряжена 381 и так снимаем вытаскиваем систему плату торговать Charlie а вода море в вода вода очищаем основные моменты которые повредила влага это вот здесь вот в районе антенного модуля и в районе передней камеры смотрим по микроскопам разъем камеры целый компоненты вроде бы все целые вроде бы и 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 Ведена, сгоревшие, ну и 90% сукоротит именно вон. Сейчас еще раз проверю под микроскопом. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Надо будет его проверить и обязательно заменить. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Итак, собираем телефон. Проверяем переднюю камеру и, конечно же, антенну. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Батарея после нагрева модуля до 80 градусов достаточно легко отсоединилась, будем иметь ввиду в следующий раз, без деформации практически. Давайте пока отсоединяем батарею, я поспешу. Парею. Парею. Батарейбе. Парея. 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 Продолжение следует... Пристегиваем батарею... Так, давайте попробуем включить... Зарядка появилась... Зарядка появилась... Включился аппарат. 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 Включился аппарат.